Всем привет, друзья! Сегодня напишем этюд с пионами. Это такой вид работы, который нужно делать каждый день, чтобы развиться в живописи. Писать небольшие быстрые этюды на состояние, на какой-то вот колорит интересный. Например, сегодня, видите, она такая вся холодная, в бирюзовых оттенках. А завтра поставить что-то, например, в теплых оттенках. И вам будет интересно, и разнообразие для размышления, для анализа работы. Намечаю рисунок цирулиум плюс серое от Ладоги. У нас этюд такой, как бы, довольно небольшой, картонка маленькая, поэтому здесь мельчить еще сильнее нельзя. Вот такой вот почти что 80% картона пространства будет занимать ваза и цветы. Цветы прям крупно очень будут. Я тут немножко увлеклась и чуть-чуть меньше оставила размер места на картон, чем нужно для цветов. Вы можете сделать чуть-чуть вот, чуть-чуть ниже опустить вазочку, и чтобы немного воздуха над цветами было. Ну вот, я решила очень так вот крупно их закомпоновать. Намечаем основные такие вот массы. У нас вот везде есть этот голубоватый цвет, конечно же, и в цветах он тоже будет присутствовать. Ну, например, будем его замешивать через другие краски. Здесь вот у нас на фотографии всего два больших бутона. Я еще решила добавить еще маленький, нераскрытый, чтобы было не два, а три. Этим же цветом, что мы намечали рисунок, мы разделяем светотень на вазе. Вот, проглядитесь повнимательнее, и вот эта линия довольно четко видна. И мы отмечаем нижнюю часть вазы и верхнюю горловину, и вот это основание нижнее, так оно более кругленькое. Некоторые детали я решила опустить. Например, вот эти ручки. А сейчас намечаем полтона в вазе. В вазе присутствуют еще такие вот теплые оттенки, которым мы тоже подчеркнем тень и смешаем вот этот цирулиум чуть-чуть с оранжевый. Этим цветом я отмечаю теневые пятна, которые мы видим на натуре. Этим же оттенком можно немножко подчеркнуть вот сильнее вот эту вот границу света и полутона, и немножко вот подчеркнуть саму вот эту графику в вазе. Вот эти вот контуры. Потом мы с ними поработаем, где-то уберем, где-то смягчим. А сейчас они просто нам нужны. Теперь смесью серой и чуть-чуть цирулиума заполняем световую часть. Но мы немножко это будем в приглушенном варианте, а потом мы чуть-чуть еще высветлим это место. В вазочке мягко списываем все вот эти вот края пятен между собой, чтобы не было жестких касаний. Здесь нам они не нужны. Самый светлый оттенок на вазе, он более такой сочный, поэтому мы вот белье усмешиваем с цирулиум и намечаем световую часть на вазе. И можем сейчас еще добавить блики. Чтобы усилить вот эту разницу света и тени, поработаем сейчас над теневой частью и напишем все-таки ее через другую краску, например, через ультрамарин. Мазки накладываем по форме. Субтитры создавал DimaTorzok Когда намечены большие пятна, мы можем перейти к уточнению и немножко поправить по рисунку вазочку. Стараемся одновременно работать и над рисунком, и над цветом в живописи. Кисточку мы сильными вытираем, чтобы на ней не было грязи, чтобы цвета были открыты, хорошие, сочные, не было мутных оттенков. Важно каждый объект в работе брать через разные краски. Например, если приглядеться интерферент, скажется, что фон он примерно такого же цвета, как и ваза. Но мы не будем так делать, потому что иначе они сольются между собой и не будет разницы. Она нам нужна. И поэтому мы сделаем более зеленоватый оттенок. И где-то он будет темнее, где-то чуть светлее. И заполняем такими вертикальными мазками. Это, кстати, именно такой вертикальный мазок помогает отделить дальний план, стенку вот эту, от объема вазы. Тоже такой графический прием. Например, как в рисунке, когда мы делаем где-то посветлее у нас фон, а где-то будет более темный. Избавляемся от белого картона. И сейчас поработаем над падающей тенью от вазы на столе. Она такая тепленькая. Сделаем ее такой немножко тоже зеленоватой. В замес ультрамарина цирулиума добавляем немножко желтой краски. И у нас получается такой вот приятный зеленый оттенок, который мы используем для падающей тени от вазы. И капельку фиолетового в этот все замес тоже добавим. Работа быстрая, поэтому мы стараемся быстро накладывать, закладывать все основные отношения. Потому что только когда мы все их закроем, избавимся от белого картона, тогда мы сможем увидеть, попали мы или нет. И тогда нам будет понятно, какими моментами нужно поработать, что уточнить, что подчеркнуть, какую сделать разницу в цвете, в тоне, в рисунке. Сегодня, когда я писала эту работу, я все-таки ее увидела в более такой графическом варианте, в графической стилизации. Поэтому немножко вазами сейчас кажется сыроватой. Поэтому еще поработаем над ней. Сделаем более такой вот четкий контур, где нужно. И немного усилим свет, нагрузим его более такой фактурными оттенками. Для быстрого этюда совершенно нормально, когда подход такой более грубоватый, как говорится, более мужской. Когда мы, так сказать, рубим топором сначала все. А потом переходим к каким-то более деликатным нюансам. Но, я думаю, вазу именно мы так и решим более грубовато. А цветы, под цветами больше поработаем. Но все равно, как я уже говорила, важнее большие отношения. Большая вот тень-свет. И на цветах тоже свет-тень. И общая вся цветовая гамма. Еще раз хочу подчеркнуть, что эта задача именно быстрая. Если мы делаем медленно, эффекта не будет. Потому что мы как бы такими упражнениями разгоняем, заставляем свой мозг увидеть больше оттенков в натуре. Вот того, что мы раньше не замечали. Но он на самом деле есть. Как раз профессиональный художник, он может писать по фотографиям. Потому что у него очень большой уже опыт работы с натурой. Добавляем такой вот рефлекс. Довольно он сильный получил. Сейчас его немножко надо смягчить. И вписать туда в общую гамму вот этой теневой части. Может где-то мы оставим. Просто, чтобы он как бы был более такой живая такая была эта вазочка. Где-то обобщаем тени, убираем лишние мазки. Хочу еще обратить ваше внимание на том, что живопись это живопись. А фотография это фотография. Не стоит ставить такую задачу, чтобы нарисовать прям точь-в-точь, как на фотографии. Потому что в итоге получится очень что-то мертвое. И такое напоминать раскраску. Живопись у него как бы другие задачи. И одно из тех, что я на своем канале подчеркиваю, это вот свое такое вот чувствование. Свои как бы ощущения тоже мы передаем. Какие работы цепляют больше всего? Это эмоционально. Когда есть какое-то вот настроение какое-то есть. И вот даже в натюрморте мы это все можем передать. Для тех, кто будет повторять мастер-класс, обязательно используйте те же краски, что у меня. Это будет такое еще упражнение, как бы немножко отойти от своей привычной палитры. Такое вот освежить палитру, попробовать по-другому. Тоже очень важно, чтобы как-то сдвинуться с какой-то мертвой точки. С привычного написания работ. Сейчас я мастихийным решила немного подчеркнуть вот эту вот вазочку. И вот эту световую часть. Добавить фактуру. Ну, как бы работа становится такой более интересной. Вот. Не такой вот слащавый. И немножко у нас потерялись блики. Мы их попозже еще уточним, добавим. Теперь переходим к цветам. И немножко нужно побольше теней, чтобы вот эти световые такие воздушные пионы у нас не потерялись. Поэтому мы используем такой принцип светлое на темном и темное на светлом. И сейчас вот такой вот нежно-фиолетоватым холодным оттенком намечаем теневые части. Вот такой вот большой свет и большую тень. Здесь вот все очень такое полупрозрачное и нежное. Поэтому такие вот полутона у нас в основном холодные. И на них вот большой такой большой контраст. Это такие теплые вот мазочки света будут дальше. Закрываем так вот примерно по силуэту. Более детально, как бы более вот подчеркнуть рисунок мы можем потом. И даже ничего страшного, если мы как бы по силуэту немножко поменяем. Если это будет лучше смотреться, как бы более интересно на нашей картине. Можем уже немножко усиливать какой-то вот колорит, более в розовый цвет. Вот немного добавляем таких вот розовых оттенков в основную массу. Сначала мы как бы все так набрасываем. Накидываем вот этот конструктор, собираем. А потом будем добавлять еще другие световые части. И больше цветок будет похож на цветок. Сейчас мы еще добавляем вот эти темненькие акценты. Они такие вот лиловые. И вот стараемся передавать, да, фактуру цветка. Она должна быть другая, не такая, как в вазе. Еще у нас на фото, видите, два больших цветка. И я решила еще добавить один такой закрытый бутончик, такой шарик. Он где-то вот примерно вот над тем вторым цветочком будет. Очень важно хорошо вытирать кисточку и иметь теперь одна кисть для света, другая для теней. Одна для фона, а другая для вазы. Сейчас мы переходим к световой части цветов. И у нас будет цвет совершенно противоположный. Должен быть такой вот через желтые оттенки. Потому что важно свет писать одними красками, а тени другими. Тогда у нас будет это тепло-холодность живописи, которая нам очень нужна. Которая мы всегда, например, светлая на темном, холодная на теплом, теплая на холодном. Вот эти все моменты, которые очень важно в самом начале узнать, проработать, прочувствовать через руку. Не только посмотреть мастер-класс, но и попробовать повторить. Потому что мы запоминаем только через практику. Через один просмотр он нам мало чего даст. Нужно обязательно повторять, чтобы это уже закладывалось на наше подсознание. Чтобы рука уже сама все это создавала. Сама рука уже знала. Она как бы... Реально вот есть такие моменты в живописи, когда ты доходишь до такого состояния, что ты не анализируешь ничего. Ты как бы просто наблюдаешь. И все происходит само. Ну, как бы рука идет туда, куда надо. Идет какой-то мазок, какой-то оттенок накладывается. А потом, например, вот когда я снимаю мастер-классы, мне нужно объяснить, почему мне так я делаю. Но это просто такая вот база, которая у меня уже скопилась за много лет практики. И которую вот я очень хочу вам передать, тоже с вами поделиться, чтобы у вас тоже получалось. В этих пионах очень много красивых оттенков, но мы немножко себя так поддерживаем и разделим, да? Видите, на большой такой фиолетоватый объем пятно и такое вот теплое пятно цвета. И в этом как бы есть еще такая графика и сама вот эта живопись. И немножко мы где-то усложняем, добавляем более темные оттенки, где листики как бы заворачиваются ближе к тени. И светлые, где они больше ближе к источнику света. Сейчас нам не хватает зелени, тут ее нет, но я сама ее добавлю, потому что вот эти темные моменты, они по композиции необходимы. И будет нашим таким камертоном, который будет подчеркивать вот эту вот воздушность цветов, вот эту их такую вот светлоту, их такую вот насыщенность светом. Также нам понадобятся еще такие более светлые оттенки зелени. Я их уже намечу мастихином через эту ярко-зеленую, плюс кадмий желтый средний. И тоже, чтобы фактура у нас тоже более была разная, так играла, я сделаю ее мастихином такими вот объемными мазками. И сейчас еще хочется добавить больше вот света, вот этой вот насыщенности света в пионы. Вот этот крайний цветок в левый. И делаем это мастихином, и подчеркиваем вот это вот, это как бы пионы, да, вот именно в этом ракурсе, они такие вот как шарики, шаровидные. И поэтому мы вот нагрузим свет и подчеркиваем больше вот эту вот шаровидность бутона. Работаем все теми же красками, только в других пропорциях. Например, больше белил, чуть-чуть желтенького и чуть-чуть вот этой розовый, неоновый. Мне она очень нравится. Старайтесь делать замесы в одном, не больше трех. И это поможет сохранить яркость красок, не делать их замыленными. И стараемся мазком тоже подчеркивать именно вот рисунок, стараться, да, вот мастихином класть вот по форме вот эти лепесточки. Основные отношения у нас на самом деле уже взяты, и теперь мы переходим к такому этапу, как называется, причесать работу. И убираем такой, как сказать, лишний мусор. То, что мешает, где-то вот подчеркнем, вот более светлый сделаем стол. На фоне вот эти мазки сделаем поменьше. Где-то наш пион сливается с фоном, и это очень красиво, а где-то не хватает таких вот тоже розовых ударов, чтобы цветок как бы больше закруглился, да, вот эта форма шара подчеркнуть. Поработаем еще над зеленью, добавим еще зелень, чтобы разделить вот эту работу с фоном, чтобы она не сливалась. Где-то вот по композиции тоже вот не хватает таких вот зелёных акцентов. Где-то вот усилим холодные вот эти лепестки, сделаем их более фактурными, но они будут как бы все в том же колорите, в том же состоянии, в тех же красках. Потому что мы, в принципе, уже все нашли, теперь осталось доделать, немножко довести работу. Где-то вот сейчас, например, вот это вот подчеркивание не нужно, и мы его смягчаем, потом смягчаем вот эти жесткие мазки на фоне. Потому что очень важно сочетать еще фактуру такую, где-то она тающая, где-то у нас более такая вот четкие мазки. И это вот каждое вот это движение, вот это все, оно тоже работает на общий баланс в работе, на композицию, на цельность. Продолжение следует... 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 Видите, и как бы он тает, он оттуда не орёт, очень даже на месте. Вот такой нежный попрозрачный тют у нас получился. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, поставьте сердечко, я буду очень рада. И смотрите другое кино, которое я уже выставила на свой канал.